когда мы уже начали раскачивать его, это уже мы задаем волну вибрации используем совершенно разные, в разных плоскостях, в разных координатах стараясь все больше и больше расшатать все сочленения позвоночные, реберно-поперечные, кисло-подвздошные, ну и так далее вот первое у нас получается три части вибрационных техник первое это плоские координаты, то есть параллельно плоскости стола комплементарная плоскость здесь мы проводим движение змейка с раскачиванием, то есть продолжаем за крестец раскачивать основанием ладони и запускаем по паравертебральной мышце мышцам вернее в лучшем числе вот такую змейку, то есть движение похоже на двойной кольцевой захват второе 1А это было 1Б это тряска осины, единственное движение которое делается наоборот, не от бедра, которые мы обычно делаем, а от колечков пальцев для этого руку мы принимаем и вот прямо сейчас попробуйте так сделать, видите локоть не трясется, плеча не трясется, трясется именно пальчики так что их не видно практически, если уперлись и потрясли почему называется тряска осины, ну это условно, в качестве эксперимента можете выйти в лес, зимний, осенний, неважно какой, да, к орешнику подойти, к березе, к осине, да, примерно, толщиной с руку, вот такого дерева поставить на ладонь, пальцами не касаемся и постараться его вот так вот растрясти, движение волна пойдет до самого верха и посыпется листва, либо орехи, либо желуди, ну что-то у вас, либо снег, да, что-то у вас должно посыпаться вот теперь давайте посмотрим, то есть это такое быстрое движение, похоже на термор, я его так отображу быстро, 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 так вот все трясется, растрясаем спину и поперечные отростки вот здесь значит первое движение, вот мы же скачиваем запястье, запястье, смотрим, это крестец вот этот двойное кольцо захват вспоминаем, да, когда мы его разминали большие пальцы, а эти руки ходят против пальцев другой руки, а здесь у нас вот она мышца, она уже, поэтому захват у нас вот такой вот узенький получается она должна вот так вот идти, удземейкой, да, но этого мало, мы добавляем вот этим запястьем еще и движение вот такое вот как мы раскачиваем и растрясаем человека терястка осины опять начинается с крестца, вот рука прямая поставили, да, и делаем шаг вперед, чтобы весь тело в парусности движения переносился вот сюда то есть мы ударим своим телом вверх и декомпрессируя его вперед и вниз примерно на 45 градусов вот такое движение, следующее движение похоже, да, только оно называется каблучок, потому что мы как бы вот киваем или каблучком подбиваем значит проходим плавающие ребра и зону где нету поперечных сочинений, а нас интересуют именно они, то есть хрустит позвоночники не конкретно сам позвонок вот этот вот, да, опустят именно боковые, там задние, поперечные сочинения его всякие вот мы их расшатываем таким образом пропускаем вот это место, пропускаем плавающие ребра, за ними почки находятся и идем выше вот примерно вот от десятого позвонка грудного, да, получается вот такое движение вверх так вверх мы подбивали его вот такое вот движение рука пошла вниз, а эта рука за пальцы вверх ну берегите свое запястье, запястье должно быть размято, чтобы не повредить себя то есть опять мы с крестца спускаемся, промахиваемся мимо асистых отростков сбоку идем по веритобральной мышце тут чуть-чуть расслаблено, а вот тут уже можно посильнее можно амплитуду быстрее сделать, можно посильнее, у тебя всем корпусом продам его, да тут уже можно маневрировать амплитудой это получилось у нас движение вниз по вертикали и вперед то есть уже у нас добавилась третья координата Z, получилась декартовая координата, да мы вышли с плоскости вот нас интересуют вот эти вот видите, синенькие показаны, это асисты отростки а вот сбоку это вот поперечная асисты вот они видны вот вот по этому сюда в основном движение у нас в них можете пощупать вот они здесь находятся вот, поэтому в них мы как бы вот берем снизу и вверх чик-чик-чик-чик-чик вот так следующие координаты у нас цилиндрические то есть мы будем вращать тело вокруг оси оси позвоночника естественно значит изначально вот пощупываем позвонки ну в данном случае нам диагностика не очень нужна мы просто пока еще массаж делаем и по асистым отросткам вот они как пальцы, да, вот сзади торчат мы должны понимать ровно они или нет если они повернуты, значит они эротированы по самому позвонку ну как у боротины, помните, делал вот то есть нам надо сейчас тык-тык-тык постучать в каждую асистый отросточек прямо в него ну вы не бойтесь вы сначала мы это делаем с этой стороны потом с другой стороны да, вы, во-первых, ничего не повредите и не надеете, что вы прям его возьмете и пальчиком вот так повернете там достаточно все жестко, вы его не развернете наша цель только расшатать, да добавить больше мобильности движение состоит из трех частей вот само подшатывание, да вот мы подбиваем его и зарегла, видите, подкручиваем вот вот крутится извини, немножко болезненно здесь вот второе движение это выжимка вот мы как выжимали, да так и тут же выжимаем только мы больше делаем упор на большой палец чтобы попасть как раз между порою с забральными мышцами и арсистом отростом вот в него как мы подбиваем ну, смотрите, как угодно может зайти в тело человека кто терпит, можно вот так вот зайти, да кто не терпит, можно вот так вот вот наши пальцы здесь можно чуть подегонали можно вообще вот так плоскости раздавить, да чтобы помягче было вот, то есть это выжимку мы делаем это подбиваем и заодно еще мы тестируем подушечка пальцев она очень чувствительная и мы вот проводя так вот медленно тестируем где что не так в организме где-то идет мышечный тяж вот такой, да где-то какое-то уплотнение появилось где-то может быть там липома где-то может быть там позвонок слишком повернут, да он прям чувствует, что он вывернет сюда вот в сторону, да ну, в общем, что там наружу, где-то наоборот ямка будет какая-то, да чтобы понять чувствительность пальцев вот можно такой теперь привести, да ложку согреваем смазываем маслом и легонечко не хватает масла, вот буквально кайпельку надо и ложечка так и даже не держим практически да, вот вообще легонечко-легонечко вот ведем главное нам научиться чувствовать чувствительность чувствительность наших пальцев то есть в этот момент мы можно и в эту сторону просто для диагностики такой в этот момент мы отключаем голову отключаем сознание свое покажи наверх мы не смотрим на что чувствуем пальцем то есть через пальцы нам должен передаться в мозг что где-то не так где-то будет бугорок какой-то, да ложка закачается где-то она застрянет там вот раз и идет дальше, да где-то что-то еще будет где-то она так повернется вот так вот то есть где-то что-то будет не так, да вот мы чувствительность своих пальцев как бы настраиваем и так же вот легонечко не сильно давя, да большим пальцем мы входим и щупаем где что там происходит не так для себя это все как бы регистрируем с чем потом мы будем работать да у человека можно подтвердить какое-то доказательство так вот и все вот тут что-то не так и чувствует болезнь есть да немножко болезнь да а вот напрягаясь тут мышцы скованы вот расслабился сразу же легче стало вот то есть также мы его в кого протестировали и сами его предупредили тут проблема тут проблем этом будем делать это будем делать сюда рыбу заворачивать это стоя на потом а это приходи вообще друзья вот запомните три вида координат до плоские тут в этой плоскости маршат трехмерное 3d это мы вот туда продавливаем и цилиндрический это мы вот так вот его как бы играем как на клавишах на оси фатрустных тык 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 можно играм кому-то не хватает голоса на фасет перешел с вами был олег оловгудвин а в следующем видеоролике мы продолжим программу обучения и там будет еще